Доброе утро, уважаемые коллеги! Мы с нашими молодыми коллегами, которые находятся в зале, мы уже поздоровились. Сегодняшняя наша с вами встреча посвящена обсуждению некоторых нежелательных действий, побочных эффектов антимикробных препаратов, в частности антибиотиков. Вот антибиотики относятся к группе жизненно необходимых важных лекарственных средств. Без них невозможно представить себе современную медицину, точно так же, как без них существование человечества было бы поставлено под угрозу. Они снижают смертность и излечивают инфекционные заболевания, самые различные. Пренупреждают осложнения инфекционные при хирургических вмешательствах, при различных акушерских пособиях, в частности после создания пенициллина, значительно снизилась смертность женщин, только что родивших от осложнений при родах. Их применение, ну вот я уже сказала, невозможно представить себе современную жизнь современного человека без антибактериальных препаратов. Но в то же время, это группа лекарственных средств, которые наиболее часто вызывают побочные эффекты при применении, в том числе жизнеугрожающие. Вот смотрите, у каждого пятого воспитализированного больного, которому применяли антибактериальные препараты, возникают нежелательные побочные эффекты. И антибиотики ассоциированы с наибольшим количеством ошибок при их применении. Это неправильное, во-первых, это неправильное показание применения по непоказанным причинам антимикробного препарата. Неправильный выбор антибиотика, неправильный выбор режима дозирования, частоты применения, длительность применения. Ну не говоря уже о том, что антимикробные препараты, антибиотики, самые затратные лекарственные препараты, средства в бюджете любой медицинской организации. Существует большой спектр нежелательных побочных эффектов антибиотиков. Но среди них особняком стоит один очень серьезный побочный эффект – это формирование, развитие, распространение антибиотикорезистентности. Вот смотрите, в 2015 году более полумиллиона, вот 671 и там еще 689 случаев инфекции были вызваны антибиотикорезистентными возбудителями. А антибиотикорезистентные возбудители, да еще если это полирезистентные, это очень большая летальность. Вот смотрите, атрибутивная летальность, то есть это смерть связанная с резистентными возбудителями, вот с инфекциями, вызванными резистентными возбудителями, составила более 6 случаев смертей на 100 тысяч населения. Это очень много. А есть такие прогнозы, что если будет антибиотикорезистентность развиваться такими же темпами, как сейчас, вернее не как сейчас, а как до ковида, потому что сейчас я несколько слов скажу про коронавирусную инфекцию при применении антибиотиков, вот если бы развивалась антибиотикорезистентность без прихода вот этой пандемии, то к 50-му году нашего века была бы уже очень высокая материнская смертность. И каждые там 90 минут умирал бы один человек от тяжелой инфекции. И вот смотрите, за практически 7 лет смертность от полирезистентных возбудителей удвоилась. И вот бремя, но бремя это имеется в виду и смертность, и расходы, составило столько же, сколько и вот это бремя от таких болезней, как туберкулез, ВИЧ-инфекции. То есть антибиотикорезистентность, по мнению комитета экспертов ФОС, это глобальная угроза существованию человечества. В России мы отмечаем рост инфекций, вызванных пневмококками, которые резистентны к макролидам. Это тоже большая проблема. Рост устойчивости флоры, вызывающей урологические различные инфекции, прежде всего кишечные палочки, к фторхиналонам, которые являются препаратами первого ряда при лечении этих инфекций. Хеликобактер пилори приобрела устойчивость к ляритермицину. Появляется устойчивость к метронидозолу, она очень значима. Ну и вот рост устойчивости грамма отрицательных возбудителей к различным антибактериальным препаратам. Появился даже такой термин – полирезистентные возбудители. Комитет экспертов ВОЗ выделил три группы микробов, с которыми связаны наибольшие угрозы. И вот первый – критический уровень опасности. Вот видите, это и синегмонная палочка, и ацинетобактер, которые устойчивы к карбопенемам. То есть препараты, которые раньше излечивали эти инфекции. Ну и грамма отрицательная кишечная флора, устойчивая к карбопенемам, вырабатывающая карбопенемаза. Вот с этими возбудителями в анновом связана смертность варит в отделениях реанимации интенсивной терапии. Высокий уровень угрозы. Ну, смотрите, энтерококи устойчивы к ванкомицину. Золотистый стафилококк, устойчивы к метицелину. Почему это важно? Потому что стафилококки, которые устойчивы к метицелину, они устойчивы к большинству антимикробных препаратов. Ну, вот я уже говорила про кампилобактер, про хеликобактер. Ну, и средний уровень угрозы у нас в России пока это не критично. Это пневмококи устойчивы к пеницелину, и приобретающие в связи с этим устойчивость и к другим лекарственным препаратам. Гемофильная палочка, которая устойчива к полусинтетическим пеницелинам. Ну, и другие, в частности, шубеллы, которые устойчивы к вторхиналонам. Вот эти возбудители имеют очень большое значение в плане прогресса их устойчивости. Ну, и, возможно, когда-то они тоже перейдут в критический уровень. Вот это средние данные по России. Это есть такая... Вот если там, видите, внизу написано МАКМАХ, НЯХ и МЭПАнтибиотик.ру. Если вы наберете это в поисковике, вы попадете на сайт, где публикуются данные об устойчивости, резистентности различных возбудителей на территории России. Этот сайт делает Смоленский институт антимикроб, клинической микробиологии, антимикробной химиотерапии, который когда-то основал профессор Страчунский. Сейчас это ведущее головное учреждение в России по антимикробной химиотерапии. Ну, и пользующее за большим уважением в мире. У них очень много международных проектов. И вот этот проект российский, он очень важен, потому что мы имеем представление хотя бы о том, в каком мире мы живем. Значит, факторы риска резистентности. Вот когда вы хотите назначить какой-то антимикробный препарат, вы должны оценить вот эти риски, то, что инфекция вызвана резистентным возбудителем. Вот смотрите, госпитализация или прием антимикробных препаратов в течение предшествующих трех месяцев. Дети дошкольного возраста, которые ходят в детские сады, в ясли, в детский сад, это, кстати, фактор риска пенициллин-резистентных пневмококков. Пребывание в домах престарелых, инвалидов. Резиденты этих медицинских или каких-то социальных учреждений могут страдать инфекциями, вызванными грамма отрицательной резистентной флорой. У них бывают степолококки, мерсавы, метициллин-резистентные. Точно так же оказание медицинской помощи на дому. Что имеется в виду? Это больные, которые находятся на программной диализной терапии, перитониальный диализ, гемодиализ. Это люди, которые инвалиды, маломобильные, иммобилизированные пациенты. Пациенты, у которых есть трофические изменения кожи вследствие сахарного диабета или атеросклероза, диабетическая стопа. Это все требует оказания медицинской помощи какой-то на дому. У этих людей риски антибиотикорезистентности достаточны в ЗАКе. С возрастом увеличиваются эти риски. Наличие сопутствующих заболеваний, обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, тишине мозга, курение. У курильщиков гемофильная палочка чаще резистентна по сравнению с теми, кто не курит. Ну и, конечно, неправильный режим приема антимикробных препаратов, недостаточные дозы, короткие курсы. Это тоже влияет на формирование антибиотикорезистентности. Ну и неэффективность стартовой антибиотикотерапии, которая здесь указана, это фактор риска тяжелого течения инфекции. А вот я говорила об особых возбудителях, с которыми ассоциирована смертность, например, варита. Вот это метициллинорезистентные золотистые стафилококки. Вот смотрите, использование антибиотиков, таких как вторхиналоны, цифалоспорины, это фактор риска селекции их. Назальное неносительство МРСА. Вот наши студенты, если им предстоит какая-то практика медицинская, да, вот врачебная, медсестеринская, они должны сдать анализ на микрофлору ротоглотки, носоглотки. И в случае выделения стафилококков МРСА нужно проходить какую-то вот эрадикационную терапию. Я уже говорила о наличии трофических язв, пролежней у иммобилизированных пациентов. Ну и вот смотрите, внутривенные наркоманы. У внутривенных наркоманов очень большой риск инфекции грамм положительными коками, непонятно, это кожа, и в том числе МРСА. Ну и если МРСА высокий уровень в отделении, а наш медицинский персонал регулярно проходит вот это обследование, то, конечно, риск пациентов заразиться выше. Съявная палочка, да, длительное нахождение варит, и вот обратите, искусственная вентиляция легких более четырех суток. Стернотомия, и вот бронхоэктазы, и муковисцитоз. Вот у пациентов, страдающих муковисцитозом, а их не так уж мало, у них синегнойная палочка, это просто вот живет у них в бронхах слизистой. И, может быть, вы слышали, что они практически постоянно используют ингаляцию колестина, да, ингаляционное введение колестина. Это именно лечение вот синегнойной инфекции. Ну, и наличие уритрального катетера, пленки, которые образуются на внутренней поверхности этого катетера, там живет в том числе и синегнойка. Ну, и бич наших реанимаций уже становится, это карбопенемазы, продуцирующие бактерии. Само по себе применение карбопенемов стимулирует выработку карбопенемаза. И вот, к сожалению, в наших отделениях арит это очень серьезная проблема. А вот несколько слов про настоящую ситуацию. Вот недавно был документ за авторством вот этого главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Российской Федерации по клинической микробиологии антимикробной резистентности. Профессор Роман Сергеевич Козлов является одновременно руководителем вот этого Смоленского института. И вот 27-го 10-го было опубликовано его обращение, в котором он констатировал то, что говорят ведущие специалисты по антимикробной химиотерапии, что практически 100% больных с COVID-19 получают антимикробные препараты. При этом во всех рекомендациях, во всех стандартах, в том числе протоколах, которые рекомендуют Департамент здравоохранения Москвы, написано, что назначение антимикробной терапии у пациентов с коронавирусной инфекцией требует наличия убедительных признаков инфекции. А это лейкоцитоз, нейтрофильный в анализе лейкоцитарной формулы, это гнойная мокрота, которая появляется, ну и в стационаре это повышенный уровень прокальцитонина, маркера инфекции. Я, по-моему, уже вчера говорила, что в наше время, вот в этот период цирреактивный белок не может служить убедительным признаком бактериальной инфекции, потому что он очень может достигать высоких цифр без бактериальной инфекции при коронавирусной болезни. Ну и вот смотрите, подалонным назначается азитромицин. В комбинации с гидроксихлорохином, без него, иногда к этому добавляется левофлоксацин, и вот считается, что это иммуномодулирующая терапия. Но она не только неэффективна в плане лечения коронавируса, но и опасна в отношении кардиотоксических эффектов. И вот дальше мы немножечко поговорим о кардиотоксичности. Вот чуть-чуть подальше. А вот это слайд профессора Сергея Кисариновича Зырянова, который выступал на нашем амбулаторном приеме и любезно разрешил использовать его презентацию в учебных целях. А вот это данные его и его соавторов, его сотрудников, где оценивалась частота медицинских ошибок при назначении антибактериальных препаратов. И вот смотрите, какое количество ошибок. При этом почти 30% незарегистрированное показание. Это очень серьезная вещь. Когда мы назначаем любой препарат, по показанию незарегистрированного в инструкции мы нарушаем закон. И если это действительно надо, это требует серьезного обоснования медицинской документации, взятие информированного согласия у пациента, которому мы разъяснили все плюсы и минусы назначения этого препарата. И вот только тогда мы можем назначать этот препарат. При этом большая частота осложнений лекарственных препаратов связана с применением out-of-label, то есть вне показаний. Ну и неправильные режимы дозирования. Отказ, неправильная смена антимикробного препарата. Как видите, очень много ошибок, которые были выявлены. Это пациенты, у которых развились побочные эффекты. И врачи транспортировали данные о побочных эффектах, вот эта специальная форма регистрации побочных эффектов, в Росдрафнадзор. Вот фармаконадзор, специальный орган, который собирает вот эти спонтанные сообщения врачей. Безопасность антимикробного препарата любого, безусловно, зависит от состояния пациента, возраст, наличия коморбидной патологии, физиологическое состояние и самого препарата. Отсутствие токсичности, переносимость, противопоказания. А вот я попыталась как-то обозначить те органы и системы, которые могут страдать при применении антибиотика. Я иногда говорю антибиотик, иногда антимикробный препарат. В принципе, вот сейчас мы используем два этих определения как синонимы. И у меня не хватило места. Поэтому вот все, все органы и системы в организме могут страдать от токсического, в частности, вот тартогенного, ну, в частности, эмбриотоксических эффектов антибиотиков. И вот кардиотоксичность. Достаточно новый такой фокус внимания врачей, потому что как-то раньше мы меньше концентрировались на кардиотоксичности. Ну, вот смотрите. Есть такое понятие интервал КУТЭ. Ну, вот наши студенты про это знают. И если этот интервал КУТЭ удлиняется, то экстрасистола, которая вот разряд попадает вот в этот удлиненный интервал КУТЭ, это наиболее уязвимая фаза сердечного цикла. И появляется вот такая экстрасистола. Ну, она называется типа пируэта. И она может завести желудочковую тахикардию. А эта желудочковая тахикардия часто переходит в фибрилляцию желудочка, ну, и как последствие внезапная смерть, если не оказана немедленная помощь. Поэтому вот это удлинение интервала КУТЭ очень неплагоприятный, опасный симптом, который в том числе может появиться и на фоне применения лекарственных препаратов. Факторы риска удлинения интервала КУТЭ. Это генетически детерминированное состояние может быть. Врожденный синдром удлинения КУТЭ бывает. Пожилой и старческий возраст. Женский пол. Заболевание почек и печени с дисфункцией органов. Но это, скорее всего, связано с тем, что нарушается метаболизм многих лекарств. Нарушение электролитного расстройства электролитного. Это гипокалиемия, гипомагниемия, гипокальциемия. И, кстати, это все очень часто наблюдается у больных с коронавирусной инфекцией. Я имею в виду электролитные нарушения. Брадикардия. Ранее перенесенные эпизоды тахикардии, вот это типа пируэта. Докомпенсированная сердечная недостаточность. И лекарства. Вот смотрите, салуретики. Ну, понятно, они нарушают электролитный состав. Антиаритмические препараты, которые так удлиняют интервал КУТЭ. Это прокайномид, хинедин, дизапирамид. Антипсихотические препараты, которые многие принимают в наше время. Антидепрессанты, которые тоже очень многие применяют. А вот антибиотики, да. Это вторхиналоны, это макролиды, ну и другие лекарственные препараты, в которые входят. Ну, персинадин я включила в этот список, но он уже запрещен клиническому применению. Именно из-за того, что удлиняет интервал КУТЭ и большой риск развития вот этих нарушений ритма при назначении каких-то еще других препаратов. Хлорохин, броперидол, галлоперидол, хлорпермазин. То есть препараты, которые мы достаточно широко используем. А вот это Европейская ассоциация кардиологов, которая тоже составила свой перечень факторов риска. И к тому, о чем я говорила, смотрите, гипертрофия левого желудочка, прием дилоксина. Ну, понятно, что чем выше концентрация препарата, который может вызвать удлинение интервала КУТЭ, тем риск выше. И поэтому, кстати, вот здесь даже отмечается взаимодействие. Слишком быстрое внутривенное ведение препарата, который может удлинить интервал КУТЭ, это тоже, понятно, высокая концентрация. Уже имеющееся нарушение желудочковой ритма. Ну, и то, что я уже говорила, это генетически детерминированное, вот это врожденное удлинение интервала КУТЭ. Когда мы говорим про макролинды, самые высокие риски связаны с применением эритромицина и кляритромицина. В меньшей степени рокситромицин и азитромицин, который стоит на последнем месте, но это не значит, что вот он безопасен в этой ситуации. И еще раз повторяю, бездумное назначение азитромицина, да еще в комбинации с гидроксихлорохином, который сам по себе обладает кардиотоксическим эффектом, да еще когда на этом фоне добавляется левофлоксоцин, это получается очень опасная комбинация. И мы в нашем стационаре видели, ну, не так уж редко удлинение интервала КУТЭ на фоне применения азитромицина и гидроксихлорохина. В торхинолоны, самый безопасный левофлоксоцин, он реже, чем другие торхинолоны, вызывает появление удлинения интервала КУТЭ. Наиболее часто это на фоне применения моксифлоксоцина. И где-то в серединке стоит и гемифлоксоцин, цифрофлоксоцин, нофлоксоцин. Но, тем не менее, все эти препараты требуют мониторирования интервала КУТЭ. А вот то, о чем я говорила, лекарственные взаимодействия. Вы помните, что все лекарства метаболизируются в организме через систему цитохрома P450. Там есть ряд ферментных систем. И вот именно через эту ферментную систему ингибируется очень большое количество лекарственных препаратов. Метаболизируется, простите, я говорила. При этом есть лекарства, которые ингибируют работу этой системы и, следовательно, повышают концентрацию лекарств, которые метаболизируются этой системой. А есть те, которые активируют индукторы. И, значит, они снижают концентрацию препарата и снижают терапевтические эффекты. И вот ретонавир, который сейчас мы используем очень широко, является индуктором. То есть он уменьшает эффект лекарств. И обратите внимание, что сюда же относится зверообой. Очень популярный фитопрепарат, который серьезно влияет на метаболизм многих лекарственных препаратов. А вот ингибиторами этой системы являются макролиды и, прежде всего, эритро и клеоритромицин. Не азитромицин здесь. Являются кетоконазол, интроконазол, флюконазол и сок гриппфрука. Вот он является тоже ингибитором этой системы ферментной. А значит, повышение концентрации лекарственного препарата, повышение эффекта и риск... Я написала здесь терапевтического эффекта, но это не совсем правильно. Здесь повышается риск токсического действия этих лекарств на организм. Вот наиболее частые побочные эффекты макролидов. Органы и системы. Желудочно-кишечный тракт. Ну, понятно, что диспепсические симптомы. Но вот диарея. Вот диарея в этой ситуации не связана с развитием дисбактериоза. Она связана с усилением моторной функции желудочно-кишечного тракта. Вот такой эффект оказывают макролиды. В меньшей степени азитромицин, в большей степени эритромицин. Но вот диарея, кишечная диспепсия на фоне применения макролида – это не признак дисбактериоза. О сердечно-сосудистой системе, мы уже говорили, печень, холестатический гепатит может быть, транзиторная потеря стуха и нервно-психические расстройства. Это беспокойство, это проблемы с памятью, с восприятием. Иногда даже описаны, ну, такие ажиотажи, ажиотаж и даже вот по типу психозов. Это, правда, редко. Нежелательные действия вторхиналунов. Ну, это те же самые диспептические симптомы со стороны центральной нервной системы. Сонливость, бессонница, головная боль, волоукружение, парастезия и даже развитие психозов. И вот обратите внимание, у пациентов пожилого возраста, страдающих сахарным диабетом, получающих инсулин, гипогликемическую вообще какую-то терапию, у них могут быть эпизоды гипогликемии, которые ассоциированы с риском падения, ну, или изменения со стороны вот этих. Побочные эффекты со стороны центральной нервной системы тоже могут вызывать вот этот риск падения. Поэтому это достаточно серьезный побочный эффект. Редко, очень редко это единичные сообщения от слойка сетчатки. Ну, фототоксичность, ну, на мой взгляд, трудно представить человека, который лечится от какой-то инфекции, отправляется загорать, да. А вот опорно-двигательный аппарат, артропатия, миалгия, тендениты, это даже вплоть до развива сухожилия, это редкий побочный эффект. Но если человек длительно принимает эти препараты, или если он их начинает принимать на фоне повышенных физических нагрузок, например, поехал кататься на горных лыжах, какая-то простуда, раньше помогал тот же самый левофлоксоцин или мокси, начал принимать, сохраняется вот эта повышенная нагрузка. Здесь риск уже выше. Ну, и взаимодействие, которых достаточно много в торхенолонов, и обратите внимание, что комбинация в торхенолонов с НПВТ, да, противовоспалительными препаратами, может привести к повышению риска нейротоксических эффектов, в том числе судорожному синдрому. Если у человека в анамнезе уже был судорожный синдром, риски возрастают. Ну, и обратите внимание на нарушение метаболизма варфарина в печени. Значит, риск кровотечения повышается. Ну, вот это одно интересное исследование. Здесь уже идет речь о гепатотоксичности. Слава богу, это редкий побочный эффект. Вот видите, с 1997 по 2017 год было выявлено в базе данных всего 128 пациентов с лекарственно индуцированной острой печеночной недостаточности. Правда, речь идет об острой печеночной недостаточности, о крайнем проявлении токсического эффекта. Причем возраст средний, молодой, 38 лет. Большинство это были женщины. Но смотрите, 16% это дети различного возраста, но до 18 лет. И надо сказать, что у детей лекарность выше. И вот 84 человека, то есть 66% погибли от этой гепатотоксичности, от острой печеночной недостаточности. Лидировали противотуберкулезные препараты, при этом летальность 79%. Но вот смотрите, на фоне каких-то единичных случаев и амоксицелин клавуланат. Вот сама по себе клавулановая кислота обладает гепатотоксичностью. И вот у двух пациентов было это. А вот это перечень антимикробных препаратов, у которых зарегистрировано развитие гепатотоксичности. В том числе холестатические гепатиты, цитолитические синдромы. Вот это и тетрациклины, и макролиды, эритромицин прежде всего. И даже пенициллин. Я уже говорила о моксицелин клавуланат. Сульфаниламиды, антимикробный препарат, который достаточно токсичный. Противотуберкулезные препараты. И кетоконазол, который вызовет токсический гепатит. Ну и дальше на фоне его возможно такой молниеносной смерти от острой печеночной недостаточности. И вот такой рейтинг гепатотоксичности состава антибиотиков. Но надо сказать, что чаще всего на фоне применения антимикробных препаратов наблюдается повышение уровня трансаминаз. Ну и где-то до трех это считается не очень. Ну а после 5 и выше, если норма выше, то требует, конечно, отмены и коррекции. А вот тут речь идет о, по-моему, да, о нефротоксичности. И вот смотрите. Это база данных FDA. Вот у них есть такая 2-7-3-починг-систем. И там тоже вот регистрируется спонтанное сообщение врачей. И вот было проанализировано более 2 миллионов. И там было 20 тысяч сообщений, вот чуть-чуть больше, об остром поражении почек на фоне применения антимикробных препаратов. И вот смотрите. Лидирует колистин. Это не ингаляционная форма колестина, которую мы широко применяем. Это тот же самый колистин, но внутривенно. И вот смотрите. 33% частота развития острого поражения почек. Аминогликозиды, банкомицин и котримоксозол. Ну и дальше практически все группы антимикробных препаратов, которые могут вызывать, особенно при больших дозах, нарушение функции почек. Ну вот здесь аминогликозиды, которые, кроме того, что обладают нефротоксичностью, они обладают еще способностью необратимо поражать слуховой нерв и развивается нейросенсорная тогоухость, вестибулопатии, которые тоже не лечатся. И вот эти пациенты, у которых развились эти побочные эффекты, это уже качество жизни. Вот они живут глухие, у них кружится голова. При этом эти побочные эффекты могут развиваться после прекращения лечения через одну-две недели, даже позже, после прекращения приема препаратов. Верно мышечные блокады. Ну, это привело к тому, что для переоперационной, при операциях, для профилактики осложнений, эти аминогликазиды сейчас не применяются. Ну, и нефротоксичность. При этом, если мы комбинируем аминогликазиды с какими-то другими токсичными, нефротоксичными препаратами, прежде всего, это ванкомицин, амфотарицин, ну, цифазолин, кстати, контроль требует тщательного контроля концентрации креатинина. То есть, скажем, у нас мнение это развито, но вот за рубежом есть такое требование. Если вы применяете аминогликазиды, вы должны мониторировать концентрацию препаратов в крови. Беременность. Там где-то было, что у меня бриотоксичность. Вот это перечень лекарственных препаратов, антимикробных препаратов, которые мы можем назначать беременным женщинам. Вот врач сам может это назначить. А если еще какой-то препарат обсуждается, то требуется уже консилиум. И взвешиваются все за, против, риски. И есть препараты, применение которых ассоциировано, ну, в общем-то, практически с требованием аборта. Ну, вот эти препараты пенициллина, цефалоспорины, меропенем, азитромицин, эритромицин, джозомицин у нас в стране, метронидоазол, фосомицин, амфоторицин, мы можем и ацикловир назначать сами. Но метронидоазол лучше назначать, не назначать в первые три места. У меня еще осталось 10 минут, но я хочу остановиться на таком грозном побочном эффекте антимикробной терапии, применении антибиотиков как развитие псевдомембранозного колита. В 1893 году доктор Финей прооперировал молодую женщину на желудке, а после операции на десятки суток у нее появилась профузная, практически кровянистая диарея, от которой она погибла. На секции были выявлены такие на толстой кишке появление таких мембран, поэтому это был назван дифтерический колит. Сейчас он называется псевдомембранозным. И до того, как наступила эра антибиотиков, регистрировалось единичное случай этого тяжелейшего заболевания, которые устанавливались на аутопсии. А в 1935 году Халту выделили вот такую красивую спорообразующую бактерию. И вот дальше кластридия, вот эта кластридиальная инфинация, это грамм положительная спорообразующая облигатная анаэробная артерия, которая переходя из вегетативного в активное состояние, выделяет токсины. Ну, АМБ-токсины верифицированы, сейчас верифицирован еще один токсин, но который пока кто-то говорит, что он очень токсичен, кто-то говорит, что не очень, но пока с ним еще не очень определились. При этом споры кластридии, дефицели, устойчивы к воздействию очень многих физических, химических вакторов, благодаря чему они долго выживают во внешней среде. И вот смотрите, путь передачи фекально-оральный, преимущественно носокомиальная инфекция. Но сейчас амбулаторно широкое применение антибиотиков, мы лечим в стационаре антибиотиками, выписываем пациентов. Сейчас на амбулаторном этапе появились пациенты, их достаточно много, которые появляются диарейный синдром на фоне применения антимикробных препаратов. Иногда причиной госпитализации в стационар является именно антибиотика, ассоциированная диарея. Еще раз повторяю, что это фекально-оральный путь распространения. То есть через предметы обихода, через руки медперсонала, родственников. И, кстати, так как это споры устойчивы к воздействию внешней среды, то лучше всего себя, когда руки обрабатываешь, их промыть и стряхивать эти споры. Естественно, перчатки должны быть. Поэтому вот это, когда в стационаре есть вспышка вот этой кластрагиальной инфекции, с ней достаточно сложно бороться, пациент должен быть изолирован и все. Значит, антибиотика, ассоциированная диарея, это не связанная с другими причинами диареи, не менее трех эпизодов неоформленного стула в течение двух последовательных дней и более, которые развиваются на фоне применения антибокровных препаратов или, внимание, в течение восьми-десяти недель после окончания их приема. То есть пациент мы полечили, выписали, а где-то через несколько недель у него появляется вот эта диарея. может быть связана с эстафилокологами, с какой-то еще микрофлорой, но самая опасная это кластридиальная инфекция, которая бывает в виде нескольких форм. Это диарея без колита, колит без псевдомембран, вот появляются эти мембраны, псевдомембранозный колит, и тяжелейшее практически летальное осложнение, вот этот молниеносный фульминантный колит. Распространенность, как видите, антибиотика ассоцированной диареи, это практически получается четвертая часть пациентов, получающих антибиотики. При этом частота этого осложнения растет. У нас особых данных нет, но вот у нас было небольшое исследование на нашей базе несколько лет назад, ну, почти 50% пациентов на фоне применения антибиотиков развивается диарейный синдром, правда, разной степени тяжести. А вот морфологические изменения кишки на фоне вот как раз это псевдомембранозный колит. Вот видите, вот такие мембранки на кишке образуются, ну, и частота развития вот этого псевдомембранозного колита, как видите, на фоне применения разных антибиотиков разное, но мнения ученых расходятся. Вот здесь видите, вторхиналоны уступают по частоте значительно другим антимикробным препаратам. А вот было такое бразильское исследование, прошу прощения, я год не написала, что в условиях арит, антибиотика, в условиях правда арит, антибиотика, ассоциированная диарея, 81% предшествовало введение пеперцелина тазобактама, 59% карбопинемов, а 56% лечились сторхиналонами и 50% другими цифалоспоринами. Но, как правило, это вторая-третья генерация. То есть, как видите, практически любой антимикробный препарат может вызвать такое осложнение. Кроме антимикробных препаратов, цитостатики, противоопухолевые препараты тоже могут вызывать такое осложнение, там немножко другой механизм, там поражается слизистая. Ну, вот это патогенез, он очень простой, как правило, через рот попадает клостридия, она в виде спор вегетативных форм живет в кишке, на фоне применения антибиотиков выбивается нормальная микрофлора, начинается развивать и такси, развитие и активация клостридий, они начинают вырабатывать тактины, которые поражают слизистую кишки. Факторы риска клостридиального калита, конечно, это антимикробная терапия, наличие пребывания больного в отделении интенсивной терапии, обратите внимание, оперативные вмешательства на органах пищеварительного тракта, помним с вами, что первый псевдомембранозный калит, он не был связан с применением антимикробных препаратов и после операции на кишеч, на желудке. Кстати, известны случаи носительства клостриди, это тоже бывает. Значит, очистительные клизмы, особенно повторные, назогастральный зонт, назогастральное питание, возраст, я уже говорила, наличие почечной недостаточности, хобл, это частое применение антимикробных препаратов, ну, раковые, больные, это понятно, цитостатики, но вот обратите внимание, прием аж два блокаторов, ингибиторов, протонные помпы, антидиорильных препаратов, рактальное введение, слабительные средства, это все факторы риска развития вот этих осложнений антибиотикотерапии. При этом мы сейчас очень широко применяем ингибиторы протонной помпы, длительно, когда надо и когда не надо, а снижение кислотности желудочного сока ведет к тому, что микрофлора из толстой кишки распространяется на тонкую кишку, и вот эта такая агрессия кишечной микрофлоры, в том числе могут быть и глостридии, это ведет к риску вот этих осложнений, которые развиваются. Ну, мы делим вот эти осложнения кишечную диспепсию на просто антибиотикоассоциированную диарею, когда симптомы уходят после отмены препарата и не сопровождаются какими-то системными проявлениями, антибиотикоассоциированный калит, когда появляются симптомы общей интоксикации, лихорадка, ликоцитоз растет, и вот самое тяжелое это псевдомедронозный калит, который сопровождается метаболическими нарушениями, развитием отечного синдрома, очень выраженным воспалением, ликоцитоз может быть и 50, и 60 даже тысяч, и появление ликоцитоза может предшествовать развитию клиники, ну и вот осложнение, это может быть развитие мегаколона токсического, дилетация толстой кишки, атония, тяжелейшая интоксикация, могут быть перфорации, и это требует хирургического лечения, и вот обратите внимание, рецидивирующее течение инфекции 20% пациентов, причем, когда один рецидив был, то уже 45-68% риска того, что этот рецидив повторится. Диагностика, это клиника, помогает УЗИ диагностика, которая видит утолщение стенок кишки, КТ дает вот эту слоистость кишечной стенки, расширение кишки, расширение слизистой, мы видим наличие жидкости брюшной полости межкишечных петель, есть специфические лабораторные тесты, которые позволяют диагностировать наличие клостридии. Это есть более длительные тесты, а вот экспресс-тесты на токсины клостридии, которые позволяют выявить вот эти токсины АБ, ферменты, которые образуются при мембранной лапсидомбранозном калитии и вообще при клостридиальной инфекции и подтверждить наш диагноз. Значит, так как это инфекция пациента необходимо изолировать и все, как нас учили на кафедре инфекционных болезней. Это инфекция. Лечение есть теотропная терапия, секционная терапия, это восстановление экосистемы кишечника уже потом. Ну и коррекция нарушений электролитного болезнодегидратации. Ну и естественно нельзя принимать препараты типа лапирамида, комоментельная, контролока и вот препараты, которые используют при лечении клостридиальной инфекции. Метранидозол, иванкомицин препараты первого ряда вот в таком режиме. Ну федаксомицин по эффективности сопоставим с метранидозолом, ну и ванкомицином это все препараты примерно одинаковые эффективности, но в России его нет. Сейчас созданы моноклональные антитела, которые направлены против вот этих токсинов, ну и один из самых эффективных методов лечения это трансплантация фекалий. Ну и важно сказать, что профилактический прием метранидозола не показан, он неэффективен, потому что в норме метранидозол прекрасно всасывается из кишечника, терапевтических концентраций там нет, поэтому это бесполезно. Ну вот это все, что я хотела, да, ну показания к оперативному лечению, вот они перечислены, но к сожалению очень высокая летальность в послеоперационном периоде у этих пациентов, потому что смотрите, при фульминатном вот этом молниеносном токсическом тяжелейшем мегаколоне субтотальное или тотальное удаление практически иногда удаляют весь толсток кишечник, часть тонкого и пережить это очень сложно, поэтому летальность вот по этим показаниям, когда больных берут на операцию очень тяжелая и надо не доводить до этого пациентов. Вот цель моей сегодняшней лекции это далеко не все нежелательные эффекты антимикробной терапии, но я выбрала как-то наиболее опасные и вот моя задача не напугать и не требовать чтобы не назначали антимикробные препараты, а чтобы их как данные во-первых перед назначением это серьезная вещь и нужно тщательно все обсудить есть ли показания выбрать соответствующий препарат с учетом плюсов-минусов его применения правильные режимы дозирования и когда мы назначаем антимикробные препараты требуется наблюдение за пациентом и выявление возможных побочных эффектов но сейчас я просто хочу поблагодарить вас всех за внимание до сих пор 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 до сих пор